В стенах Никольского храма села Рогачёва развернулась настоящая битва умов. Ученики Горшковска, Семёновской, Рогачёвской и Синьковских школ номер 1 и 2 стали участниками юбилейной интеллектуальной игры «Трилистник». Идея появилась ещё 5 лет назад, когда я работала в молодёжном центре. Они написали проект. И вот так вот мы уже 5 лет. Спасибо отцу Сергею, Рогачёвскому пологачению. Они нам помогают в этом. И я вот стараюсь организовать, потому что детям интересно. Стоит отметить, что «Трилистник» из года в год проходит в рамках празднования Дня православной молодёжи, который совпадает со Сретением Господня. В этом году интеллектуальная игра совпала с ещё одной значимой для верующих датой. «Тема нашей сегодняшней игры – это преподобность Сергея Рогачёвск, а именно 600-летие от его счастливых мощей. Ещё раз мы должны вспомнить о нашем великим святом подвижнике узкой земли». В этом году интеллектуальная игра состоит из пяти этапов. Визитная карточка, викторина, чёрный ящик, стенгазеты и буриме. В начале команда представили заранее подготовленные творческие номера. Перед началом интеллектуальной игры для всех участников выступил коллектив детского сада «Лучек», который находится в селе Рогачёва. Они подготовили небольшой подарок – песню и стихи, посвящённые преподобному Сергею Радонежскому. «Крыто людям Божье слово, окончен путь земной святого, и преподобные вечной жизни о нашей молятся от жизни». Преподобный Сергий Радонежский занимает важное место не только в становлении православия, но и в истории России. Говоря о нём, стоит вспомнить, чему учит житие этого почитаемого святого. «Вспомнить о тех качествах, о которых говорю по подобной Сергею Радонежскому. Это кротость, смирение, терпение и, конечно, побудить всех нас к тому, чтобы подражать нашим святым. Именно быть смиренным, кротким, терпеливым, трудолюбивым». За эти пять лет, что существует данная игра, «Трелестник» стал доброй традицией, которая полюбилась не только молодёжи, но и взрослым. «Я думаю, что не только Сенькова, не только Рогачёва, но и по всему, наверное, нашему Рогачёвскому благочению и городскому округу данная игра будет проводиться, привлекая и привлекая как можно больше вас, дорогие ребята». Выступление всех пяти команд на каждом из этапов оценивало опытное жюри. Победителем интеллектуальной битвы стала команда «Свет» Сеньковской школы номер один. Второе место у Ковчега из Горшковской школы. Третьими стала команда Сеньковской школы номер два «Луч света». Ковчега из Горшковской школы.